Недавно с Александром Николаевичем Бельским подписали соглашение с муниципальным образованием «Аристотель» называется. Это Халкидики, это территория, к которой примыкает гора Афон, известная всем местом. И они выразили желание всей делегации приехать к нам, посмотреть, как мы празднуем День Победы. С 8 по 12 мая будет, поэтому мы будем особенно торжественно готовиться. И, конечно, такие вопросы, песни, музыка и так далее, были бы очень кстати. А в целом, два слова скажу, для чего нам это нужно, установление таких отношений межгосударственных. Курортный район, самый активный район в городе в области внешней политики. Это я вам отвечаю совершенно точно. Мы больше всего проводим работу не только в отношении своего района, а и в отношении города. Мы готовили визит в Грецию губернатора Санкт-Петербурга, визит в Салоники и его, скажем так, как установление отношений, побратимских отношений с губернатором Центральной Македонии, Греции. Дальше курортный район подписал соглашение со всей областью Халкидики. И вот теперь муниципальное образование, еще с конкретным муниципальным образованием Аристотель. Аристотель, потому что это родина Аристотеля. Прошлый год и этот год, там ЮНЕСКО объявлен годом Аристотеля, поэтому так и называется это муниципальное образование в честь его места, где он родился. Что нам это дает? Для чего мы это все делаем? Кроме развития отношений с братским народом, с греческим, одной православной верой и близкими нам по духу, это еще и обмены в области культуры. Их коллективы к нам будут приезжать, вот я думаю, что и на день города Сестровенска приедут, и в целом, может быть, и наши коллективы могут съездить в Грецию выступить. Это всегда прекрасно. Прекрасно, что будет, если у Владимира Николаевича в парке Дубки, там десятки девушек и юношей греческих будут танцевать сиртаки, это же хорошо. Заодно и мы получимся. Это действительно очень красивый танец. А им не хватает нашей калинки, не знаю, там, это точно совершенно. Поэтому много таких мероприятий и в области спорта возможны. И, конечно же, отдых детей, самое главное. При всей нашей красоте и пляжах нам, конечно же, не хватает солнца и теплой воды. Поэтому наших детей не только в наши, так сказать, детские лагеря можно будет отправлять, мы об этом говорили, на Халкиде, как говорится, очень много прекрасных детских лагерей. Совершенно, ну, скажем так, простых, понятных, по доступным ценам. Там есть и муниципальные лагеря, есть, и у них такая традиция, митрополитчий лагеря, то есть, там, где православная церковь их содержит. То есть, очень много всего мы уже договорились, возможно, даже этим летом, невозможно, а точно этим летом мы уже, так сказать, будем собирать детей нашего района, отправлять туда и по школам, там, лучших учеников, там, и так далее. Ну, и, соответственно, наши греческие друзья будут отправлять к нам их детей, которые будут знакомиться с культурой Санкт-Петербурга, это все то, что, ну, скажем так, в наш век глобализма и стирания границ, конечно, это необходимо. Греция член Евросоюза и трудность сейчас так же, как и нам, и мы вместе, так сказать, мы просто почувствовали, как они тянутся к нам, и, в общем-то, в этом есть, ну, тоже и определенная политика. По крайней мере, все эти действия губернатор Георгий Сергеевич поддерживает и, конечно же, в Кремле одобряет. Мы, ну, Санкт-Петербург, самый активный в этом плане, практически вся северная часть Греции, а эта половина Греции уже, так или иначе, знает нас, и не просто знает, а любит, могу вам точно сказать.